У каждой временной группы прошедших времен, настоящих времен и будущих времен есть свои слова-индикаторы, то есть специальные слова, которые указывают на то, что нам надо использовать одну из основных групп временных, прошедших, настоящих или будущих. У будущего простого тоже есть свои слова-индикаторы, разберем эти слова. Скоро. Soon. Later. Позже. As soon as. Как только. Tomorrow. Завтра. Это ключевой индикатор будущего простого времени. На следующей неделе. Next week. В следующем месяце. Next month. В следующем году. Next year. Обратите внимание, что в русском языке у нас есть предлоги на, в, в. В английском же варианте мы этот предлог перед next не ставим. Просто. Next week. Next month. Next year. Через месяц или в течение месяца. In a month. В течение трех дней или через три дня. In three days. В любом году, который превышает текущий год, в котором вы живете. In twenty, thirty. В 2030 году. Сейчас 2020. В 2021 уже будет future tense. In twenty, twenty-one. Через час в течение часа. In an hour. В течение минуты. Скоро. Через минуту. In a minute. Сегодня вечером. Tonight. Еще один ключевой индикатор будущего простого времени. Послезавтра. The day after tomorrow. Это слово такое же компоновочное, как в русском языке. Послезавтра. В английском языке просто чуть больше слов. Три слова плюс артикль. The day after tomorrow. Послезавтра. На днях когда-нибудь. One of these days. Когда-нибудь однажды. Someday. В будущем. Еще один ключевой показатель будущего простого времени. In the future. Мы познакомились со словами-индикаторами или временными флажками или словами-указателями, которые помогают нам ориентироваться в временах. То есть, если вы используете одно из этих ключевых слов или слов-индикаторов, то вы будете использовать одно из будущих времен, но в частности, будущее простое время. Дополнительная информация. В будущем простом споряжение по лицам и числам отсутствует. Везде используется вспомогательный глагол will. Он используется как в утвердительных, так и в отрицательных и вопросительных предложениях. То есть, в будущем will присутствует во всех видах предложений. Какая форма глагола применяется в предложениях поистовательных? В постовательных предложениях используется первая форма глагола в связке с will. То есть, will плюс первая форма глагола.